Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана в студии Адели Шамилова. И сейчас я расскажу, что приготовила для вас новостная команда лучшего студенческого телеканала. На площадке Казанского университета состоялся круглый стол с представителями известных нефтедобывающих компаний. Какие вопросы были вынесены на обсуждение и какова роль КФУ в развитии нефтяной индустрии, вы узнаете прямо сейчас. В Казанском федеральном состоялся круглый стол посвященный отечественным разработкам программного обеспечения в области геологии, поиска, разведки и разработки месторождений. Участниками мероприятия стали представители нефтедобывающих компаний и организаций, активно использующие цифровые инновационные подходы в сферах, сопутствующих собственные инновационные решения для добывающего сектора в области экономики. Тема, которую поднял наш университет, геологи, как никогда актуальна и своевременна. За последние 2-3 года такие термины, как искусственный интеллект, интеллектуальное месторождение, интернет вещей, бигдейта, теория распознавания образов, они настолько плотно вошли в наш обиход, в нашу повседневную жизнь, что это уже стало нашим инструментом. Основные вопросы, выносимые на обсуждение, затронули корпоративную политику. Существующие программные продукты в нефтегазовой отрасли и тенденции ее развития в стенах Казанского федерального университета. Проблемы нефти, они и в математике, и в экологии, и в юриспруденции, и в экономике, и не только в геологии. Есть у нас база трансферных технологий. Мы построили завод, катализаторный фабрик на Нижнекапнефтехим. Нефтяные полигоны с ТАТ-нефтью мы работаем. Сегодня у нас большой проект с ТАТ-нефтью по добыче высоковязкой нефти. И у нас есть свой оригинальный центр инжиниринга в сфере химических технологий. Продолжая тему, проректор по научной деятельности раскрыл детали важной разработки, над которой потрудились нефтехимики и геологи КФУ. Между учеными ее называют Третьей революцией. Речь идет о разрабатываемой технологии внутри пластового горения. Напомним, первыми двумя революциями считаются бурение горизонтальных скважин и гидроразрыв пластов. Сегодня уже об этом много говорят. Если вот две революции прошло, это бурение горизонтальных скважин, когда мы увеличили там площадь контакта пласта со скважиной, значит, там в сотни раз, да, и когда гидроразрыв пластов мы сделали, значит, увеличили тысячи раз уже контакт скважины с нефтеносными породами. И, наконец, третья революция — это создание технологии нефтереработки под землей, когда мы, используя катализаторы и тепло, можем уже добывать ресурсы, которые считаются интерфекционными, там, высоковязкие нефти, это нефтематеринский пород. Заслушав доклады, участники круглого стола достигли взаимопонимания в вопросах необходимости и важности внедрения высокотехнологичных инновационных разработок в индустрию нефтедобычи. И все это для того, чтобы определить вектор развития цифровых технологий в нефтяной индустрии за рубежом и в России, а также уделить внимание основным направлениям развития цифровых технологий. Также стоит отметить, что в завершении встречи был подписан договор с крупной китайской компанией. Создаем технологии для Бажена. Вот в конце февраля большая делегация из консорциума Бажен прибудет в Казань. Я предлагаю тем, кто здесь сегодня, посмотреть лаборатории, в которых мы создаем технологии подземной переработки нефти. Подземной переработки нефти. И вот лаборатория в Институте геологии нефтегазовых технологий. Мероприятие, приуроченное к отню науки, состоялось в Академии наук Республики Татарстан. Как отмечают этот праздник ученые и научные сотрудники, узнаете в следующем сюжете. В 1999 году указом президента Российской Федерации 8 февраля был учрежден Днем Российской Науки. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Российской Науки, состоялось и в Большом зале Академии наук Республики Татарстан. Ко всем ученым и научным сотрудникам с поздравлением обратился первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Мне хотелось бы поздравить вас с этим праздником еще раз и пожелать вам всем дальнейшего творчества, дальнейших успехов, дальнейших достижений в том деле, которому вы посвятили всю свою жизнь. Действительно, науке, исследуемой, разработке нашей студии уделяется самое пристальное внимание. На праздники с лекции выступил профессор кафедры теории относительности и гравитации Института физики КФУ Александр Балакин. С темой наука тяготения, памятные вехи, революционные открытия, вдохновляющие перспективы. Анна Глазунова, Леонард Влитяров, Универ Ньюс. Самый гламурный из драгоценных камней не всегда может являться наилучшим объектом вложения денег. Слишком много подделок, так считают специалисты в сфере экспертизы ювелирных украшений. Как и где стать настоящим экспертом мира роскоши? Ответ есть. Бриллиант остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным точно капля воды. Эти слова были написаны задолго, до известной всем фразы Мерлин Монро. Но не теряют актуальности и в наши дни. Цена изделий с драгоценными минералами во многом зависит от качества камня. Поэтому очень важно уметь правильно в них разбираться. Тонкости работы с драгоценными камнями уже много лет изучают на кафедре минералогии и литологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Теперь здесь развивается направление по экспертизе драгоценных камней и ювелирных изделий. Кафедра основана еще в 19 веке. Не практически с основанием университета. Вот и занимаются исследованиями именно минералов, а также которые минералы относятся к драгоценным камням. На развитие направления по экспертизе драгоценных камней у Института геологии и нефтегазовых технологий большие планы. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будет создана программа магистратуры по данной тематике. Ну а пока у Института уже есть студенты, которые целенаправленно планируют заниматься экспертизой в рамках обучения в аспирантуре. Кстати, открыть для себя настоящий мир роскоши и поближе познакомиться с драгоценными камнями и минералами может для себя каждый желающий. Свою коллекцию во всей своей красе демонстрирует Геологический музей Казанского Федерального. Копии крупнейших алмазов и знаменитых бриллиантов мира. Отдельная витрина экспозиции посвящена изделиям из самоцветного сырья, которые в разные годы приобретались музеем на выставках драгоценных камней. Либо дарились музею выпускниками и гостями Казанского университета. Вовсе не удивительно, почему у этих витрин зала минералогии любители драгоценностей замирают надолго. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Неверньюз. Будущее уже наступило. Несколько стран в мире разрабатывают беспилотный транспорт. Как развиваются технологии дистанционного управления средствами передвижения в Китае и России, вам расскажет Артем Тупичкин. Китай успешно протестировал пассажирский беспилотник. Аппарат работает на электрических батареях. За раз он может перевезти одного человека или груз в 100 килограмм. Дрон может летать на высоте до 500 метров на максимальной скорости в 100 километров в час. Дрон прошел тесты в условиях тумана, жары и сильного ветра. Однако разработчики отмечают, что пока использование таких транспортных средств невозможно. Развитием беспилотного транспорта занят не только Китай. Производитель автомобилей КАМАЗ совместно с Cognitive Technologies разрабатывает свой вариант беспилотника. В проекте также участвует Казанский федеральный университет. Технология разрабатывается с 2015 года. Беспилотный транспорт на данный момент распознает автомобили, наиболее часто встречаемые дорожные знаки, пешеходов, независимо от их движения и различные препятствия на дороге. Все это осуществляется благодаря радарам, активному оптическому сенсору, видеокамерам, системам связи и прочей бортовой электронике. Казанский федеральный университет разрабатывает систему связи с беспилотными автомобилями. Это дает КАМАЗу преимущество перед иностранными конкурентами. Мы строим системы, которые могут в течение длительного времени, используя наши разработки, скажем так, не привязываться к данным спутника, а иметь погрешность передвижения, ну скажем так, накопленную погрешность передвижения за полчаса не более 10 сантиметров. Система позволяет автомобилю продолжать движение, несмотря на отсутствие связи со спутником. Модели других производителей, оказавшихся в неблагоприятных условиях, остановятся. Беспилотник КАМАЗа уже прошел испытания в компаниях «Газпромнефтьснабжение» и «Газпромнефть Оренбург». В перспективе беспилотную технику можно применять на внутренних дорогах баз снабжения, а также зимних автодорогах, ведущих к нефтепромыслам. Артем Тупичкин, Универньюз. На этом все на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и узнавайте обо всем первыми. Субтитры создавал DimaTorzok